Железногорские школьники заступили сегодня на вахту памяти. Это традиционное уже ежегодное мероприятие, которое проводится в нашем городе по инициативе Центра Патриот в память о погибших участниках Великой Отечественной войны. Вот уже пятый год подряд курсанты Центра выставляют почетный караул возле импровизированного Вечного Огня на Площади Победы. Дети стоят по 15-20 минут, сколько позволяет погода, физическое состояние. 15-20 минут вполне достаточно, чтобы прочувствовать хотя бы чуть-чуть, что это такое. Потому что даже солнечную погоду вовсе не жарко, да, бывает даже холодно. Может быть такое, чтобы отменена была, скажем так, в автопамяти? Нет, прецедентов не было и лучше бы, чтобы их не было. Я думаю, нет. Экипировка позволяет, в том числе в минусовых температурах, пусть немного меньшее время стоять, но стоять. Девчонки и мальчишки в возрасте от 14 до 17 лет считают это своим долгом и воспринимают не как испытание, а скорее как поощрение, поскольку лишь лучшие из лучших, как в учебе, так и в военной подготовке, удостаиваются несения почетного караула. Я учусь в школе, нам предлагают учителя. Ну вот мы добровольцы. А вообще это трудно? Вы в первый раз ее учите? Нет, уже третий год. Настя, скажите, пожалуйста, вот вы в это что вкладываете? Какой смысл, вот, состояние, скажем так, в этом мудировании? Помимо того, что это безумно красиво, конечно. Ну, патриотизм, конечно же. Что с вашей точки зрения патриотизма? Любовь к родине, уважение к людям. Несомненно, все это действие привлекает к себе внимание общественности, напоминая железногорцам о приближающемся Дне Победы. Прадед есть. Ну, ты с ним даже не знакома. А про войну что-нибудь слышали? Ну, да, Великая Отечественная блокада была, война. На хлеб было мало чего заработать. Все там воевали, девушки работали. Ну, блокада. То есть рассказывали тебе бабушки, дедушки? Угу. Рассказывали? Да. Кто хоть победил к войне? Наши. И в завершении выпуска новости.